Чем более нормально у нас в обществе убивать людей, тем большая вероятность, что когда-то доберутся до меня. Это не в моих интересах. То есть в моих интересах, чтобы в обществе было как можно менее нормально убивать людей, потому что я тоже человек. Если бы я был котом, мне было бы интереснее, чтобы в нашем обществе было менее нормально убивать котов. Прикинь. Как вы заебали, сперматозоид это почти человек, значит после мастурбации мы прерываем жизнь потенциального индивидуума, следовательно это убийство, так ведь? Блядь, какой ты умный, оригинальный пиздец. Хорошо, объясняю последний раз. С момента зачатия, когда, собственно, образуется в конечном итоге зигота, эта сущность является одним объектом, а не двумя. Не двумя половыми клетками, а одной клеткой, одной зиготой. Это одна вещь. После этого можно проследить континуум этой одной вещи в виде взросления, когда она из зиготы превращается в зародыш, эмбрион и так далее. Врождается, старится и умирает. Это один организм, начиная с зигот, начиная с того момента, как это зигот. Вот до этого, это две вещи, которые организмами, по сути дела, не являются отдельными. В половых клетках, в сперматозоидах, например, нету, значит, всего генетического кода, как бы, человека законченного. Там вот половинка только. Другая половинка в яйцеклетке. То есть, ну, на всякий случай материал седьмого класса тебе объясню, что вот как бы, если одна яйцеклетка просто лежит. Из нее как бы ничего, блядь, не произойдет. И сперматозоида самого по себе той же. Они потенциальными индивидами не являются. Зигота уже человек, и жизнь начинается с зачатия. На любом сроке это убийство, иначе это иррационально. Почему? Потому что нам либо надо условную точку указать, когда этот эмбрион становится человеком, по волшебству там кот с палочкой появляется, говорят, бжух, и из нечеловека он человеком становится. А до этого это белочка, наверное, или лисичка. А единственная наименее условная точка, когда происходит качественное изменение, резкое, это, соответственно, оплодотворение яйцеклетки. То есть это, пожалуй, наиболее четкое разделение между тем, когда он не человек до этого момента, и когда он человек потом. То есть тут нет никакого арбитрарного условного кота, который появился внезапно и сказал вжух, и типа вот объект, который там был чем-то иным, стал человеком. Тут нет, тут я просто считаю, что аборт допустим как средство самообороны. Если роды угрожают жизни матери, то можно абортировать, в принципе, плод. Причем на любом сроке. А вот когда говорят, типа, ай, мы были не готовы, поэтому решили убить, короче, ребенка, то это как-то не комильфо, а психологический аргумент в плане того, что в случае изнасилования аборт тоже допускается. Но вот фривольный, то, что я называю фривольный аборт, то есть аборт, мол, на тему, как бы, я не готова, я хочу там образование получить, работать и так далее, это глупости, это убийство, на мой взгляд, просто человека, и все, фривольное причем абсолютно. То есть, ну, это как вот надоело за бабкой ухаживать, взял, как бы, и шею свернул, и пошел дальше, там, свободное плавание. То есть, это, когда такое происходит, почему-то, как бы, людям это очень не нравится, а когда взяли эмбрион и убили, это нормально. Который, в отличие от бабки, ему, как бы, жить, да жить еще, как бы, он мог бы, это не бабка, которая два раза пописать и осталась, это, как бы, эмбрион, это потенциальный человек, у него вот эти сто лет, они впереди него, они позади. Оригинал, я сейчас слышал то, что ты говоришь, ну, я, аморально или нет, то есть, ты хочешь сказать, что это убийство или нет? Да, да, это убийство. Ну, ну, не, это, конечно, не убийство, я, да, потому что убийство подразумевает, что мы убиваем личность, и то, что это один и тот же организм, это не значит, что это личность, вот и все. Когда появляется зигота, она не мыслит ничего, значит, она не ментальная субстанция, значит, она не душа, значит, она не личность, значит, это не убийство, вот и все. Не, ну, полно людей, которые не мыслят. Они тоже считают, что организм не тождественен личности, а убийство подразумевает, что вы убиваете пес. На первом-втором месяце это нифига не личность, потому что у нее нет не только сознания, у нее нет целей, и, то есть, вы не можете ее расстроить никаким образом. И главное, что… Человека в коме нельзя расстроить никаким образом. Далее, что значит то, что эмбрион человек? То, что он относится к биологическому виду Homo sapiens sapiens. Остальное это разделение волосинок про личности и прочее. Личность… ЛИЧНОСТИ! 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 БЛЯТЬ, КАКИЕ ЛИЧНОСТИ! Там какое определение не придумывают, я не видел ни одного определения, для которого не было бы контрпримеров среди людей, которых принято не убивать. Потому что у Дауна в личности никакой нет, например, и убивать их нельзя, как бы абсолютно. Они спокойно себе живут, туда-сюда как бы головами стукаются, и все замечательно. Ну, значит, с Дауна, у людей с синдромами Дауна, все очень просто, у них есть ментальная жизнь, а у Зиготы нет. Ментальную жизнь посмотреть никак, ее ни у кого нет. Нет. Ее посмотреть никак не. Нет, нет, ты можешь дать указания человеку с синдромом Дауна, но он его выполнит. С Зиготой ты не можешь ни о чем договориться. Со спящим человеком нельзя ни о чем договориться. У него против, и что ты можешь его разбудить, и договориться с ним. Зиготу ты не можешь разбудить. Но он не будет спящим человеком после этого, а со спящим человеком нельзя. А с Зиготой можно дать, пока она сформируется, как бы, в замыслову человека и договориться. Ты приравниваешь слепого и человека, который закрыл глаза, между ними есть разница. Между двумя слепыми людьми есть разница, потому что если это слепой человек, которому ложкой достали оба глаза, это один человек. Если это слепой человек, у которого помутнение хрусталика, то он действительно является потенциально зрячим. Если мы говорим про убийство, основывается на том, что это другое испытывает боль. Зиготы ничего не испытывают. Это неважно. Людей можно убивать и без боли, и все равно нельзя. Второй критерий. У человека есть цели и устремления, а у Зиготы их нет. Ты не можешь, как бы, разрушить мечту Зиготы. Это невозможно доказать. Цели и устремления нельзя посмотреть никак. Что значит нельзя? Что, можешь спросить? Не, ну мы же не можем у нее спросить. Ну, на самом деле мы у человека не можем, он наврет. Тогда вообще нет никакой... Тогда я вообще не понимаю, в чем проблема. Проблема в том, что между Зиготой и взрослым человеком разницы нет. Почему тебя беспокоит убийство? Такие же нормы в обществе, последовательности поведения. Если он соглашается, что преднамеренное убийство взрослого человека – это плохо, то тогда вопрос только, является ли эмбрион человеком. Вот, на что я зачастую в качестве, значит, гиперболы, в качестве соломенного чучела отвечаю, что если он не человек, то к какому виду он относится. Это, да, это троллинг, но по факту, по факту, если убрать аргумент на тему того, что женщина не может родить белочку, вопрос-то остается только в том, является ли зародыш человеком. И там уже могут быть самые разные критерии, что имеется в виду. На мой взгляд, просто плохо убивать людей, потому что я бы не хотел жить в обществе, где нормализовано убийство людей, особенно в таком контексте. Потому что, ну что такое эмбрион? Эмбрион – это некая категория, некое подмножество, множество популяции Homo sapiens. Если мой собеседник спокойно говорит, а что плохого в том, что люди убивать просто? Я говорю, окей, вообще никаких проблем тогда нету с абортами. Это, на мой взгляд, создает пагубный прецедент, в принципе. То есть, на самом деле, в какой-то мере, это прецедент еще более, значит, подлый, чем геноцид. В случае геноцида, значит, убиваются взрослые люди, у которых есть голос. Может быть, у них нету в каком-то постмодернистском смысле голоса. У нас отобрали голос и так далее. Ну, они могут говорить физически. Они могут сражаться, у них может быть оружие и так далее. У эмбрионов ничего этого нет, они за себя постоять не могут абсолютно. Поэтому их, значит, объявляют не людьми, а значит, их можно фривольно убивать, потому что там «мы не готовы», «я не готова» и так далее. Вот всякие с такими аргументами. То есть, я считаю, что поскольку уже родившегося человека можно убить в отдельных ситуациях, в случае самозащиты, например. Чем больше мы узнаем о разумности других животных, тем больше ограничения мы принимаем относительно того, что мы не должны с этими животными делать. Если мы говорим, что существенное свойство человека, которое отличает его от животных, это его разумность, и из-за этой разумности он обладает формами, дальше мы показываем, что у зиготниковой разумности нет, и поэтому это не убийство. Вот и всё. Да, но на самом деле мы более гуманно относимся к другим биологическим видам, когда мы узнаем, что они к нам эволюционно ближе. Чем ближе они к нам как родственники, тем более гуманно мы к ним относимся. Потому что вот, например, на ящериц всем насрать, а вот всякие кошки, собаки, мамонты... Это мамонтов вообще планировать собираются сейчас, между прочим. Они млекопитаются. Ящерицы тупые, ящерицы тупые. Вот поэтому нам на них настаётся. На мой взгляд, потому что они дальше от нас просто на ветве эволюционной. Поэтому, потому что люди, например, вот у человека нету свидетельств рациональных о том, что лично его родственники, его семья непосредственная, она умнее всех остальных, но он предпочитает свою семью во всех вопросах, значит, по отношению к другим людям. То есть, и это экстраполируется, на мой взгляд, и биологически тоже. Потому что коровы мы, конечно, жрём, но коровы, они всё-таки млекопитающие. Поэтому, собственно, и ведутся всякие движения за права коров и так далее. Что там происходит, хватит кормить коров другими коровами и так далее. А вот лягушки всякие, как там надували через жопу, так и надувают, никому дела нет. В интернете вон смешные видео только про то, как надутая лягушка ей давит на живот, а она орёт смешно, как бы все такие, ха-ха, на смайлик это поставлю, никого дела никакого нет. Вот, то есть, например, грустный Пепе, почему он был смешным мемом? Потому что это земноводное. Вот если бы это была грустная кошка или грустная собака и так далее, он не был бы очень популярным мемом, потому что люди испытывают больше симпатии по отношению к собакам и кошкам, как к более близким родственникам просто, нежели лягушки, там, я не знаю, и земноводные рептилии, там и так далее. Вот, тем более пауки. Мне вообще насрать, есть ли у эмбрионов права или нет. Это по факту, аборт это убийство, закон может этого не признавать, мне, как бы, ну, до пизды совершенно признают, это закон или нет. Закон, штука временная, традиция, она, блядь, вечно. То есть, суть-то в том, что аборт социально порицаем должен. Он должен быть законен, но социально порицаем. Как ожирение, курение должно быть социально порицаемо. Бабки должны на тебя орать, как бы, ты, если ты выходишь из, блядь, абортария, как бы, и так далее. То есть, там, у тебя бабки калом кидаться должны, там, ну, такое должно быть культурное, понимаешь? То есть, не законами всё должно решаться, а культурой, прежде всего. Законы – это хуйня. Они сегодня такие, завтра другие. Раз невозможно установить момент наличия жизни, То есть, из-за рождения жизни, значит, невозможно установить момент. Ну, невозможно установить момент, когда жизнь вообще на земле появилась, значит, её нет, не существует. Я не понимаю, как... Внимание, нет, человек родился. Значит, её не существует, всё, жизни на земле не существует, всё, нету разницы. Неправильно привез. То есть, можно. Потому что любой брак, который принимает роды, он фиксирует момент рождения вплоть до минуты, Значит, с этого момента начинается жизнь. Так, то есть, с момента рождения магически начинается жизнь. То есть, плод прошёл сквозь пизду и хуяк, как бы, магия. Именно так, да. Ну, то есть, он не был человеком, он стал человеком, хуяк. Внимание, наличие жизни и наличие появления человека фиксируется только с момента непосредственного влупления его на свет, либо путём керсера и сечения, либо путём прохождения через определённый... Это не наличие жизни, это наличие гражданина, как бы. То есть, в стране фиксируется, а наличие жизни, оно фиксируется... Оно никак не фиксируется, оно есть. Назови признак, по которому жизнь наступает с момента рождения. Не перебивайте же, да, иначе я вас удалю. Что? С момента, когда рождение наступило и зафиксировано непосредственно акушер. Это зафиксировано, знаешь, за... Ну, акушер волшебными способностями у нас теперь обладает, он может, как бы, взять и наделить человека жизнью. Вот не было там жизни, акушер сказал волшебное слово, и всё, жизнь появилась, как бы. Ну, здрасте, в христианстве так считается. Всегда так считалось. Всегда христиане были против абортов, например. Иудеи против абортов все. То есть они считают, что, как бы, вот, произошло семяизвержение во влагалище, и вот, как бы, с этого момента по животу, там, желательно не бить, там, абортов никаких не совершать. Коренным аргументом здесь является мне похуй, я считаю, момент зачатия. Ну, это не я считаю, но это религиозные традиции так считают. Какой? Дело в том, что не считаетесь ребёнком до момента рождения, вот в чём фокус. Иначе аборты были запрещены. Хорошо, то есть... Убийство запрещено. То есть, если по закону можно назвать определённую категорию хомо-сапиенсов не людьми, то их можно убивать. Обращаю внимание на то, что законы формируются на основании культуры, культура формируется на основании традиций, а традиции формируются на основании... Хорошо же, хорошо же. Вот, например, в Третьем Рейхе на основании культуры был сформирован такой закон, что взяли определённую категорию людей и, как бы, сослали в концлагеря, начали убивать там газами, я не знаю, расстреливать и прочими вещами. Ну, собственно, с абортами происходит ровно то же самое. Мы берём категорию хомо-сапиенсов, даём им статус не людей, и их можно убивать из удобства чисто. Почему человек начинается с зачатия? Потому что в противном случае мы обязаны сказать, что совершенно вот есть условный момент, когда этот самый плод рождается, что, кстати, может быть, на разных сроках разные люди рождаются. Это условный момент некий, после которого вот этот вот тот же самый объект, он вот секунду назад не был человеком, и сейчас он стал. То есть, бах, акушер сказал волшебное слово, он человек. Это магия. Если рациональный аргумент, как бы, попытаться придумать, да, в данной ситуации, вот в какой момент же этот не человек становится человеком? В общем, просто. Чтобы избежать вот этого арбитрарного момента, когда вещь, которая не была человеком, становится человеком, нужно просто проследить до того момента, когда эта вещь не является одной единственной вещью, а является, например, двумя. Если бы она являлась тысячей, было бы ещё лучше, но она является двумя. Вот до того, как она является одной, она является двумя, двумя половыми клетками. Она является яйцеклеткой, является сперматозоидом. Вот по отдельности они в человека никогда не превратятся. Вот зигота, она при благоприятных условиях в человека превратится. Почему? Потому что она уже человек, это просто первая стадия развития человека. Вот и всё. Никих условных моментов таким образом нам вводить не нужно. Бритва Акама, не нужно множить сущности без надобности. Вот мы не вводим никаких условных моментов, когда что-то превращается в человека. У нас есть вполне себе доказуемый момент, когда сперматозоид оплодотворяет яйцеклетку, они становятся единым целым, и всё. Я просто считаю, что нужно приводить рациональные аргументы, а не мнение большинства. Потому что аргумент от мнения большинства – это ошибка риторическая. А кем не привёл рациональный аргумент? Это демагогия называется. То есть, когда говоришь, что большинство людей считает, что нужно распределить имущество. Но большинство людей считает, что мыльные оперы пизжи, чем Фауст Гёте. Но большинство людей считает, что нужно минимальную оплату труда сделать, 15 долларов в час и так далее. Потому что людям лишь бы побольше, чтобы им платили за нихуя, и чтобы больше социальных выплат было сраных. Людей не надо спрашивать, они все быдлы, а ты лучше всех знаешь. Ну, вообще, людей надо спрашивать только по вопросам. Ну, как в Древнем Риме было, где горшок на улице должен стоять конкретно. Потому что это им лучше знать, а правительство не должно. Я считаю, законы об элементах надо просто отменить, нахуй, и всё. То есть, как бы, мужчин не должен, наверное, решать, делать, делать женщине оборудование. Да, я маргиналы люблю ещё больше, чем Фауст Геннадий. Не-не-не-не. Выстаскивай свое тело, а вот пускай сам разбирается. Нет, ты переориентировал, что является, что не является действием в этой ситуации. Люди постоянно так делают, но я постоянно спрашиваю, зачем ты отрастил усы? Как будто я сидел, напрягался, чтобы они росли специально, выдавляли для себя усы. Но наоборот, действием является бритьё, а не отращивание усов. То же самое и в этой ситуации. Вынашивание ребёнка не является действием, по сути дела. То есть, она, как бы, беременная женщина продолжает свою жизнь, да, там, она может какие-то пассивные выборы там делает, может, не пить и так далее. Хотя, может, и пить, на самом деле, многие и так тоже делают. Действием является поход в абортарий. Вот поход в абортарий является действием и решением. Не действие убийством быть не может преднамеренным. Это не действие, не может быть мёрдором. Ну, окей, ну вот... Ты так говоришь, ты так говоришь, как будто оказывать помощь эмбриону будет действием со стороны матери. Вот она сидит и оказывает ему помощь. Как будто это первая помощь утопающему искусственное дыхание. Нет. А сидит и кушает, как обычно. Просто, ну, ей жрать больше хочется, она больше жрет на путь. Вот, как бы, там, и захотелось побливать, побливало и так далее. Ну, здоровую жизнь. Есть паразиты различные, которые независимо от тебя, когда-то в тебе оказываются, но, может быть, окей, частично зависимо от тебя, а в тебе оказываются, начинают сжать твои ресурсы. Да, у тебя есть... Есть ли у тебя моральное право попрепятствовать паразиту сжать твои ресурсы? Пускай это... Это может быть паразит разной формы, там, это может быть и, не знаю, черфи, эмбрион, либо какой-то просто человек, который к тебе просто в форточку влез, решил у тебя дома пожить, потому что он больше негде жить. Смотри, ну, с червями, по-моему, все понятно. Они людьми не являются. Конец, в принципе, истории. В плане того, человек, который влез в форточку, почему его можно убить? Почему эмбриона нельзя убить? Человека, который залез в форточку, я убиваю, потому что я ожидаю от него хуйни. Понимаешь, чем делаю? Я ожидаю, что он меня убьет. То есть он в форточку залез сам, значит, он еще какую-нибудь хуйню сделает, блядь. У меня уже прецедент есть, что он уже сделал хуйню. Это как с нелегалами, в принципе, которые проникают через границу. Да, взял, депортировал обратно и все. То есть нелегал, если он уже незаконно пересек границу, ну, много всякой хуйни можно от него ожидать. А то я не считаю, что их убивать надо. А от эмбриона, ну, что тебе ожидать всякой хуйни? Ожидать от эмбриона хуйни незачем, потому что он еще ничего не делал. То есть он эмбрион. То есть он уже начинает сосать соки с женщины, и ей это приносит какой-то дискомфорт. Более того, он претендует на то, что будет сосать еще больше соков, когда родится, и еще больше соков, когда еще начнет взрослеть. И вообще иметь мозги приносить очень много дискомфорта. Я не утилитарист, а то на меня просто не работают аргументации. Просто не работает. Аргументация утилитарная на меня не работает. Просто я... Я просто не признаю, что последствия, они влияют на моральность или аморальность человеческую. Эффективно есть разные представления о том, что эффективность означает. То есть я... Если уж мы про эффективность, то я более глобально как бы рассматриваю. Кто выигрывает на запрет абортов? Маргинал, смотри, после того, как мать выносила этого ребенка, она его должна в детдом поучаствовать? На самом деле, смотри, это зависит от ситуации, потому что большинство из них, я уверен, просто поменяют свою точку зрения к моменту родов. Потому что ну просто вот всякая вообще в жизни бывает. Это первый момент. Второй момент. Даже если они в детдом их будут отправлять, ну да, а что бы нормальные детдома не сделать? Хорошо, а вот смотри, представь такую ситуацию, ну гипотетически, вот ты, например, переспал с какой-нибудь женщиной, и она случайно от тебя заберевнева. И ну ты, поскольку запрещены аборты, она бы хотела, конечно, сделать аборт, но они же запрещены. И поэтому ей приходится рожать ребенка, и ты из-за этого плачешь, допустим, какие-нибудь элементы, но при этом ты как бы не хочешь с ней жить. Но ты получается себе же сделал хуже. Ну, ну, правильно, это получается, я пиздец, какой долбоеб, и так мне и надо, все, конец истории. Так мне, подожди, ты же изначально не планировал, ты же не знал, что у тебя не знал. Чего, долбоеб? Ты же не знал, что у тебя презеровать их порвется напрямую. Ну, так, ребята, я традиционалист, вы, видимо, слабость и представляете, как, с моей точки зрения, выглядит правильное общество. Таких проблем в идеальном обществе быть не может. В идеальном обществе разводов, блядь, нет. Ребята, даже не говоря уже об абортах, вы, на самом деле, вообще никакая. А ты считаешь, что нужно плодить нищету? Если нищету можно убивать после того, как она родилась, то ее можно убивать и до этого. И вообще людей, в принципе. Утубность определенных качеств, теряя нервную систему, ты перестаешь быть тем человеком, как другие человеки. Здрасте. Теряя нервную систему. Опять-таки, быть человеком, как другие, какие другие человеки. Еще раз тебе говорю, большинство людей личностями не являются вообще на протяжении всей своей жизни. Блядь, сраные животные. То есть, ну, давайте, как бы, просто... Покажи. Эвтаназипам, как бы, тазик-эвтаназик прописывать, в принципе, всем. Поэтому разницы между абортом и эвтаназией, никакой разницы на самом деле нет. Аборт, эвтаназия, смертная казнь и так далее. Все убийства. Поэтому должны быть всегда аргументы, очень сильные, перевешивающие аргументы, за конкретное вот это убийство отдельно из этого человека. То есть, в случае со смертной казнью, это то, что он опасен для общества, в случае с эвтаназией, это то, что его, там, родственники за, и он страдает, или у него в завещании написано. То есть, должны быть дикие, какие-то мощные аргументы, весомые. А не просто, потому что мне неудобно, я сейчас не готова, блядь, там, растить ребенка. Большинство абортов, они происходят из-за неудобства. Мне, блядь, неудобно будет, как бы, и так далее. Вот неудобно... А разве это не аргумент, если человек морально не готов? Ну, вот неудобно мне, ну, я морально не готов, как бы, за бабкой ухаживать, я ее убью, нахуй, как... Как опекуну приходится ухаживать, блядь, за ребенком твоих родственников, которые сдохли, нахуй. Чего бы тебе его не ебнуть? Тебе же неудобно за ним ухаживать. Ну, вот ты морально не готов. То есть, ну, давайте его ебнем. Ну, не в детдом же отправлять, это же, блядь, жестоко отправлять в детдом. Давай я его ебну. Ну, как бы, правильно, ну, это же, как бы, в этом, я так понимаю, гуманизм заключается, да, то есть... Ну, изнасиловали, она залетела, и что ей делать? Рожать от насильника? Вот в этой ситуации это может быть именно, вот, возможно, достаточное обоснование для аборта. Но это отдельные какие-то мельпезерические случаи, там, один на миллион. Если тебе говорят, на, не знаю, на втором месяце беременности, скрининг там происходит, что у тебя ребенок родится с отклонениями, он вообще не проживет, а если будет жить, то будет мучиться, блядь, пиздец. Смотря с какими отклонениями, то есть, да, возможно, тоже, возможно, тоже. Ну, не важно. Так получается, что вот эмбрион не был человеком, а потом он, видимо, в другой биологический вид перешел и стал человеком. Да, то есть, вот он из пизды вылез, хуяк человек, все. То есть, как это произошло, по волшебству, что ли? Вжух, да, вжух, по всей видимости. То есть, на мой взгляд, смысл имеет только та позиция, что сначала мы имеем два объекта, да, сперматозоид и яйцеклетка, потом мы имеем один объект, зигота. Вот с того момента, когда он является одним объектом, то есть, зиготой, это одна и та же вещь, тождественная самой себе. То есть, это человек. И прекращение жизнедеятельности, собственно, вот этого объекта, да, прекращение его роста, да, насильное, это убийство с этого момента, да, то есть, аборт – это убийство человека, таким образом. Он, как бы, не выбирал быть эмбрионом. Он эмбрион, то есть, это некая отдельная группа людей, которых объявляют нелюдьми и в связи с этим убивают в итоге. То есть, и это, таким образом, геноцид обыкновенный. То есть, это такой же холокост. Это обыкновенный холокост. Это угнетение. На каком сроке у эмбриона появляются чувства ощущения? Какая разница? Да как, в смысле, какая разница? Какая разница? Вообще не связано. Причем здесь чувства и ощущения насрать. На чувства и ощущения, блять, мне похуй. То есть, с какой стати мораль должна истекать? С какой стати мораль должна истекать из чувств, блять, каких-то мударских? Ёб твою мать. Подожди, подожди, Маргария. Врачебный консилиум решит, что человек уже не вернется к жизни только после этого. Вот, если медицинская комиссия установит, что эмбрион этот самый никогда не станет полноценным человеком, то есть, он родится, у него там, я не знаю, будет ху... Я не знаю, мозг не будет, он будет там, как Рома этот, который прыгает, Роман, и так далее. Тогда можно его абортировать. Пока это не установлено, аборт является убийством. Она же не полноценный, по сути, человек. Надо головой думать, перед тем, как ноги раздвигать. Ну, понятно, что... Это её проблема. Это её проблема. А ей что, жизнь свою ломать? 15-летний врачелке, которая на вписке... Это её ёбаная проблема, не надо было так делать. Опять-таки, я не говорю, что аборты надо запретить. Если у неё есть деньги, если у неё есть деньги, чтобы пойти в частную клинику и сделать за свой счёт аборт, поздравляю, если её ёбарь даст деньги, поздравляю тоже, ещё раз поздравляю, блядь. По телевизору этого показывать не надо. Платить налоги, блядь, чтобы из моих налогов, как бы, за счёт моих налогов убивали детей, я не хочу. Как бы, то есть, этого быть не должно, блядь. Я не разделяю этих убеждений. Я считаю, это, блядь, неправильно, это неразумно. И в согласии с именно моралью общества, в котором это находится, это аморально. Просто по телевизору сообщают, что это нормально, исключительно потому, что общество находится в дегенеративной фазе, которая временна. Я мужик, блядь, прикинь! Соответственно, ты берёшь ответственность за это, правильно? Нет, я не буду платить, я не буду платить ни за чей аборт никогда в жизни вообще, в принципе, ни при каких условиях. Хорошо, подожди, подожди, вот ты потрахался с тёлочкой, она залетела. Ты что, просто забьёшь на неё хуй? Хоть мексиканца, выебал он американку, допустим, да, и съебался в свою ебучую Мексику. И что, ей рожать от этого мексиканца? Да, у них даже была любовь, они друг другу понравились, всё было хорошо. Это было всё цивилизовано по обоюдному согласию. Но она остаётся одна, она живёт на тысячу долларов в сраном Лос-Анджелесе. Ей что, оставлять ребёнка, что ли, от этого мексиканца ебучего? Или что, как ты вообще? Подожди, а как поменялся только что пример? То есть, с твоей точки зрения, из-за того, что он мексиканец, я сейчас начну... Нет, блядь, черношёпое говно! В крематорий! Нет, эмигрант, всё, пиздец, в крематорий сразу. Ну, блядь, неважно, он какой-то нелегальный, блядь, эмигрант. Похуй. Рожай над пропастью. В какой момент можно считать человека человеком? Я вот не считаю, что там до трёх месяцев, собственно, можно об этом рассуждать. Ну, не получилось плохо. Ну, на третьем месяце, да, заебись, на третьем месяце по волшебству становится человеком. Биосоциальная зона в залогеще. Ну, нет, на самом деле нет, если социально активный человек должен быть социально активный. Ну, да, да, да. В какой нахуй эмпреон часть социума, ёбаный в рот? Да, 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 часть социума, да, заебись. А ещё у него душа есть, то есть охуенно. Ой, да истиво нахуй, Марвона. Потому что, когда человек рождается, в него Аллах вдыхает, блядь, как бы, божественную силу. И он приобретает новый статус. Да, возвращаемся к вжуху, короче. Вжух, хуяк, он биосоциально существует, заебись. Во-первых, взаимодействие с другими членами социума у плода самое прямое. Он внутри одного из этих членов социума находится. Он обменивается, в общем-то, химическими соединениями постоянно. Получает, собственно, от одного из членов этого самого социума, да, эти самые соединения. Он является, он генетически происходит как минимум из двух членов этого самого социума, да. Напоминаю, я против того, чтобы аборт, он спонсировался государством вообще, в принципе. Я не хочу, чтобы мои деньги шли на убийство детей. А поддержание жизни? На поддержание жизни до определенного предела я не против. Я жизнь люблю и, в принципе... Ну, то есть, пожизненное обеспечение тех же даунов ты поддерживаешь? Я считаю, что если в обществе будет нормально этих даунов убивать во взрослом возрасте, то их должно быть нормально и абортировать. Но большинство людей считает, что убивать даунов нельзя. Вот эти типы, вот они там в спортивных каких-то играх что-то выигрывают, картины рисуют и так далее. Вот, например, то, что людей убивать нельзя, да, в этом контексте. Я имею в виду организм, который принадлежит к биологическому виду Homo sapiens sapiens. Не больше, не меньше. То есть, человек и такой биологический вид, вот в данном контексте. Относится человеческий эмбрион. Если он не относится к виду Homo sapiens sapiens, пожалуйста, просвети меня. Он является белочкой, блять, или сайчиком, или кем он является? Да нет, он является зародышем, ну, как бы, типа, эмбриотным человеком. Но он является человеком, сука, при этом. Он является эмбриотным человеком. Маргинал, не спорь с ними, а не отравлю. Мне насрать, страдают животные или нет. Мне вообще похуй, я не утилитарист. То есть, животные постоянно страдают, а они рождены, чтобы страдать. Это другой совершенно вопрос. Я против жестокости по отношению к животным. Почему? Потому что, если человек пытает собаку, то он в какой-то момент переключится на людей. Поэтому вот этот момент, вот эту вот штуку нужно все-таки по большей части пресекать. Угодных аргументов в чате было, кроме того, что, а, тупая шлюха, тупая шлюха. Но на самом деле, блин, эмбрион – это стадия развития. Это даже, ну, я не знаю, как. Стадия развития кого? Ну, человеческой особи. Но особь – это же не эмбрион, собственно. Нет, причем тут не человек? Особь – это… Ты говоришь, эмбрион – это стадия развития человеческой особи. Так значит, что эмбрион – это человеческая особь? Ну да, но ты понимаешь, что старость – это тоже стадия развития человеческой особи. Слушай, ну тогда не дрочи, чего ж ты дрочишь-то вообще? А, я в самом начале… Зачем ты свои… Ты тупая пизда, я в самом начале сказал, что до того, как появляется… Я просто ушла. До того, несколько раз сказал, до того, как появляется зигота, они являются двумя вещами, двумя объектами. Человек – это не два объекта, человек – это один объект. Блядь, яйцеклеткой, нахуй, и сперматозоидом, я говорю, он не может быть человеком, блядь. Потому что сперматозоид, он как бы не вырастает в человеке сам по себе. Ну и что, что читать? Как ты относишься к убийству даунов? Мне все-таки… Ну даунов, дырк, вспышных, там, цветковых всяких. Ну, смотри, на мой взгляд, на мой взгляд, даунов надо не убивать, а нужно для них делать предприятие, где они выключатели будут лепить и так далее. То есть, на мой взгляд, это было бы гораздо более рационально, чем их хуярить. То есть, пусть они лепят выключатели, делают номера для машин, там, знаете, монотонный тупой труд. Марго, как я понял, ты против, чтобы аборты оплачивались с твоих налогов? Но при этом человек должен заранее обдумывать последствия ебли. Тогда у меня вопрос. Ты согласен, чтобы с твоих налогов оплачивалось средство контрацепции? Это довольно недешевое удовольствие. Ну, во-первых, согласен. Во-вторых, недешевое, серьезно. Тебе гандоны купить, блядь, как бы жабы душат. Ну, не, я не против, чтобы, как бы, оплачивались средства контрацепции. Ну, блядь, ты сколько раз, блядь, в неделю, в день ебешься. Кинули ссылочку. Марго, человек – результат образования и формирования. С тем же успехом можно обезьян человеком считать. Сегодня обезьян убивают, завтра за нас примутся. Эмбрион человек, блядь, какой ж ты мудак. Смотри. Да, давай воспитай обезьяну, блядь, человеческий. Смотри, во-первых, да, но тут все гораздо проще. Вот есть общее понятие обезьяны. Внутри этого общего понятия есть более частное понятие человека. Понимаешь, в чем дело? То есть, человек для меня ближе любой другой обезьяны. Какие бы понятия другие у вас не были, блядь. Брион любого другого млекопитающего мало чем отличается. Ну, чисто внешне, во всяком случае. Ну да, охуенно, заебись. Ну да, это правда так и есть. То есть... Это какой-то там шестой класс биологии, по сути. Ну да, проблема в том, что как бы генетически он человек все равно. Ну да. То есть, смотри, давай мы отрубим как бы взрослому человеку руки и ноги, он на червяка будет похож. Что, его убивать тогда можно? Ну, он внешне похож, блядь, ну что, заебись. Внешне похож, значит, это вот он и есть, как бы все правильно. Ну, подожди. Я не понимаю, с какой стати он не человек? Как из него человек получается-то? Как вот он вот-вот... Чему? Нет, ну, если бы по медицинским... Нет, подожди, если бы по медицинским обоснованиям эмбрион был бы, ну, человеком, да, по факту, то его бы запретили бы убивать, тогда бы аборты и запретили. И, соответственно, медицина официальная. Ну, что-то, хорошо же. Если бы по законам Третьего Рейха евреи были бы людьми, их бы запретили бы убивать. Давай не об этом. Здрасте, давай, это то же самое. Нет никакой разницы, нет никакой разницы. Это такой же геноцид абсолютно. Есть категория людей, потому что мы в дегенеративной фазе, наше общество находится, потому что мы взяли категорию людей, объявили их нелюдями и убиваем основываясь на этом. Ну, как в Третьем Рейхе. Какая категория? Ты можешь сейчас с эмбрионом, находящимся в животе какой-нибудь женщиной, не знаю, провести диалог? Ты можешь с человеком... Ты можешь со спящим человеком провести диалог? Давайте людей пока не спят убивать просто. Я с ними говорить не могу. А то есть ты считаешь, что эмбрион и спящий человек это равнозначно... Ты спросила, блядь, могу ли я провести ёбаный диалог с эмбрионом? То есть для тебя критерий. Могу ли я провести диалог с этим организмом? Я не могу провести диалог со спящим человеком. Конечно. Значит, по твоему критерию, сраному ёбаному извращенному критерию, можно убивать спящих людей, а не спящих людей нельзя. Да, всё в пизду. Короче, выкинул. Смотрите, если люди, это только те, у кого есть свободная воля, получается, можно убивать вообще всех нахуй. Ну, это факт. Потому что эксперимент группы Хайнеса показал, что свободной воли никакой нету, блядь, вообще. Просто пиздец. Это всех порвало, по-моему, кроме Сармата. Да, как обычно. Собственно, так всегда и бывает. Я не могу, блядь, провести диалог с человеком, которым... Гитлер не знал едише. Словарь дали. Словарь дали. Сейчас нам из словаря определение дадут. Тоже охуенно аргумент. Давайте из словаря языка про дионетику возьмем определение. Да, давайте. Ну, ты просто такой ситуации не оказывался, чувак. И чего, и чего, да, я не оказывался... Даша, Даша, ты не оказывалась в ситуации Романа Андреевича Чикатило, блядь. Ты не можешь судить о том, нормально убивать детей или нет. Аргенал, ты был к моему ситуацию, ты реально поменяешь свое мнение. Я в этом уверена, потому что свои кредиты никуда не денутся. И буду неправ. И буду неправ. Ну, если мне стержень в голову воткнуть, я тоже поменяю свою точку зрения. Понимаешь, в чем дело, Даша? Если то, что я поменяю свою точку зрения на мудацкую в будущем, не значит, что, блядь, она будет правильной. Моя точка зрения сейчас правильная. Если я в будущем поменяю, потому что у меня кирпич на голову упадет, блядь, я решу, что Луна сделана из сыра. Это не значит, блядь, что Луна сделана из сыра. Ты понимаешь, что твой аргумент мудацкий? Понимаешь, что только потому, что, блядь, у меня точка зрения может поменяться в какой-то ситуации? Это не значит, что я буду прав внезапно. Я сейчас прав. Ты опровергни мою позицию, которая сейчас. Ну, в смысле, ты считаешь человека человеком с момента зачатия, а я считаю человека человеком с момента рождения. Основываясь на чем? Основываясь, блядь, на всем, нахуй. На всем, что... Ну, блин, на законах, на медицине. Законы меняются. Скажи, что взрослые особи гипотетически полезнее, чем их личинки. И, соответственно, пару эмбрионов убить для вида полезнее, чем запороть взрослого человека. Что за бред, да? Это Новиков написал. Да, давайте убивать всех детей, оставить только взрослых. Отличная мысль, 5 баллов. Новиков, поздравляю, ты гений. Я тебе колпак надену сейчас на голову и на табуретку посажу, как самого умного в классе. Не, ну, а как естественный отбор будет происходить? У них не будет денег на медицину, не должно быть государственной медицины никакой. В смысле? Ну, я против. Ну, как ни, у тебя нет денег, блядь, на врача, как бы все, подыхай в пизду. Ну, а у тебя хорошо, а страховки? Ну, страховки частные, да. Если мы считаем, что в первую очередь должны соблюдаться права человека, то, соответственно, мы не можем заставить женщину родить ребенка и ребенка восхитить. Блядь, а как же право на жизнь, чувак, ты что, охуел? Право на жизнь. Блядь, а как же право на жизнь? Право на жизнь? Ну, да, если мы верим, если мы верим в право человека, да, то есть такая поправка, потому что я вообще про право... Не, 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 подожди, эм, а где налог? нажать 4 месяца четвертого хуя просто потому что ночью я на просто потому что давно в третьем рейхе просто потому что сказали что евреи не люди их может блять просто блять аргумент про третий рейх неудавшаяся политическая инициатива вообще провалившиеся а кто тебе сказал что сейчас не неудавшаяся политическая инициатива такая же и в будущем не будут говорить смотрите блять был геноцид блять был геноцид маленьких детей убивали маленьких детей леонов 20 веке убивали маленьких детей и было принято считать что это нормально это варварское общество что общего между абортом и холокостом очень просто вот есть организм который принадлежит к биологическому виду хомо сапиенс мы берем этот организм и основываясь на каком-то абсолютно условном арбитрарным принципе заявляем что он не является каким-то правильным видом человека да он 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 неправильный хомо сапиенс он не является человеком с большой буквы ч у него куда разума нет или души или он не ариец или еще к эта хуйня и основываясь на том что он не является человеком нашем понимании несмотря на то же биологически он является мы заявляем давайте мы все их будем ебошить вот вот как нам захочется то есть эмбрион эта категория населения которая не имеет возможности постоять за себя вообще никакой принципе у нее нет голоса она не может говорить вот то есть эмбрион категория населения которые не имеют какое-то население и имеется режиме его законодательно не зарегистрировали соответствовать воли человек было огромное количество рабов на американском юге у которых не было имен между прочим то есть его не существует это не человек ты говоришь что вот люди которые по-твоему нелегальный иммигрант без регистрации ну как можно считать эмбрион она нас это понимаешь ты не подожди секунду ты стоишь своей точки зрения если у человека нет регистрации можно убивать не я представляю такой знаешь комедийный скетч там кто-то допустим в камере в газовой он говорит типа да я человек ребят им году не это не да не она ты ничего нет нет где же твой разум там кукол x-клан негра вешает короче вот такой вычей воду давайте про давайте про расчленительный аборт поговорим когда отрезают блять руки и ноги зародышу и короче щипцами сдавливают голову чтобы можно было вынуть если еврея задушить подушкой это будет бархатный колоколь ну бля охуительно сейчас обсмеять но это реально такой термин степень а а а а а а а нет на я же сармат кстати говоря ходит с с и такой даже белых перчаточках а бархатных обязательно но не в костюме клоуна такой дальше развлекает такой а потом шприцом так хуяк незаметно баба бархатный колоколь да я объясню попытаюсь объяснить точнее дело в том что смотри даже фундаментальной науки нет понятия человек там есть понятие homo sapiens sapiens то есть представители биологического вида человек это понятие гуманистическая фундаментальная наука не может апеллировать к гуманистическим предрассудком она оперирует четкими критериями и категориями поэтому там не может быть такой формулировки что ты вот до четырех месяцев ты не человек а потом ты бац и по волшебству почему тогда почему тогда в официальной науке это называется плод а не человек лучше он родился нет там плод он 999 месяцев понимаешь это все плод ну а потом он рождается почему по официальной науке ты являешься женщина не человек поясни мне значит она ничего может и гендер потому что гендер это почему вот первичные вторичные половые приз почему до определенного возраста человек называется ребенок а не человек а почему это определенного момента даже гендера нету зародыш тоже то же самое социальный пола хорошо пола извиняюсь аргумент я даже никогда в жизни не думал что об этом нужно спорить так вроде все понятно наука не признает а эмбрион человеком ну и все то есть она признает при а кем она признает белочкой мнение основано как у любого другого человека на традиции в которой я вырос вот и выросла в дегенеративной традиции всякого говна поэтому у тебя такое мнение у меня мнение основано на многовековой европейской традиции принципе которая собственно берет там начало я не знаю от римской империи по всей видимости нет судя по моим позициям но мы то не про позиции сейчас говорим мы говорим про аргументы аргументы другое я могу приводить аргументы например ладно пофиг на аргументы давай про позицию поговорим за чем про позицию на поизится не поменяется позиции от позициив от аргументы как бы там я победить photore классная не подготовилась к спорам нет для того чтобы для того чтобы победить в споре надо как бы победить аргументы понимаешь чем дело природа так это да то есть я нельзя не привела тебя аргументов таких которые могли бы что что-то пошатнуть по сути потому что я не подготовилась есть для меня это экспегот у меня в принципе даже нет не было Не было прецедента, чтобы я об этом вообще в принципе спорила То есть я никогда в жизни не вела риторику на тему абортов Потому что, ну, как бы, вроде все понятно и так Мне казалось, окей Ну, окей, мне так казалось К какому биологическому виду относятся сперма и яйцеклетка? Они, очевидно, тоже люди Дрочить нельзя Менструация и полюция – это массовый геноцид Марго – гений Лембдедельта – все равно петух Ну, я уже говорил, что сперматозоиды Из сперматозоида люди не появляются Равно как и из яйцеклетки Человек из зиготы появляется То есть у сперматозоида нету, в общем-то, полного генетического кода Чтобы из него появился, значит, законченный человек То же самое с яйцеклеткой Зигот тоже не может быть человеком Может, потому что вот с момента того С того момента, как появляется зигота Начинается процесс, значит, формирования там зародыша Эмбриона Потом рождение происходит Потом это, значит, маленький наёбыш Потом он становится ребёнком Потом он становится, значит, подростком Взрослым, стариком и покойником Это всё сплошной процесс То есть вот если мы скажем, что он становится человеком В какой-то момент Между тем моментом, когда он зигота И когда он сдох, то это уже условность То есть получается, что волшебный кот прилетел И такой Вжух, и ты человек теперь Вот ты не был человеком А потом И всё, человек То есть единственная точка Когда, значит, не человек Безусловно становится человеком Это точка во времени Когда сперматозоид оплодотворяет яйцеклетку И образуется зигота Это единственная точка во времени и пространстве Когда не человек становится человеком Любая другая точка во времени Она условная Потому что если мы скажем, что он вылез из пизды И из-за этого он человек То что такого магического тогда в пизде Что он из неё вылез и стал человеком Или если он там, я не знаю, после третьего триместра Какой-то он человек Почему? Ну вот там система какая-то нервная сформировалась И чего? О чём мне нервная система-то? Как это влияет на то, человек он или нет? Он другого биологического вида станет Если у него нервная система не сформировалась, что ли? Причём здесь это-то? О! Марго, ты заебал Зигота Это клетка Она может быть и у человека И у птицы Даже у растения Так что речь только о зиготе И да, зигота не человек Зигота Не человека Не является человеком Человеческая зигота Она какая? Она Человеческая Второй контраргумент, который действует Всегда Когда Значит Тебе приводят в качестве контраргумента Какую-то Маленькую хуйню Которая Один случай на миллиард Hard cases make bad laws Тяжёлые случаи Приводят к плохим законам Общие правила принятия решений Должны основываться не на исключительных случаях Когда ты придумываешь Какую-нибудь моральную истину Выдумываешь Руководство к действию Для большого количества людей Опираться нужно Не на сказки про человека-паука А на большинство случаев Подавляющее большинство случаев Вот То есть В подавляющем большинстве случаев Всё происходит нормально То есть Вот две половые клетки Происходит оплодотворение Образуется зигота Вот с того момента Как это зигота Это человек Блять Довольно популярное мнение Что человек становится человеком Только тогда Когда Проходят этапы первичной социализации И способен мыслить Как определить Способен он мыслить или нет Как в чём-то вообще выражается На мой взгляд Просто неверифицируемая хуйня Выдуманная специально Чтобы Была отдельная категория людей Которых можно убивать Несмотря на то что это люди То есть Это тупо Дискриминация И попытка холокоста Таким Сорян Чат не выводит Человек Это многоклеточный организм С кучей сложных систем Такой немаловажно Как нервная Именно она Обеспечивает Возможность Активность Нейронных сеть Чувак Блять Ну чё ты тупой Такой Блять Зигота Человеческая К виду Какому биологическому Относится Человек Разумный Разумный Блять Homo sapiens sapiens Всё просто Пиздец Как Убивать нельзя Людей Разумных Блять С нервной системой Без нервной системы Хоть ты блять Прыгающий роман Насрать вообще Людей убивать плохо Принято так считать Просто Вот в обществе Если блять Мамка прыгающего романа Возьмёт его за душ Внезапно Вот возьмёт Просто такая Её общество осудит Если бы она его абортировала Её бы никто не осуждал Это блять Двойной стандарт Его быть не должно Потому что это нелогично Не потому что это аморально А потому что это нелогично Это нелогично Это иррационально Ёб твою блять Мать Всё очень просто блять Это предельно просто Почему блять Нервная система Как это хуй ема блять Да Нервная система А ещё у человека Ногти блять Предусмотрены Вот ногти Вот То есть Как бы Вот Блять Как бы Составная часть Такого биологического вида Как человек Вот ногти предусмотрены Вот до того момента, как у тебя ногти, блядь, появляются Ты не человек, нахуй, блядь Вот я решил так, блядь, нет у тебя ногтей Пошёл, пизду Не человек, блядь, хуй соси То есть заебись, нахуй, аргумент просто пиздец Я не говорю об убийстве Я говорю о том, что зигота не человек А я тебе, блядь, говорю Что это не зависит от, блядь, нервной, нахуй, системы Вот хоть, блядь, мозга у тебя головного нет Вообще насрать Всё равно ты человек Если ты к тому же биологическому виду относишься Ты человек, блядь А сперма человеческая какому виду относится? Это всё равно, что спросить, к какому виду относится человеческая рука Ты понимаешь, что для того, чтобы определить что-то в биологический вид Нужно говорить об организме А не об его составной части Человеческий глаз к какому виду относится? Взял глаз, вытащил отдельно от человека Блядь, что это за вид странный? Вроде ног, рук нет Значит, это, наверное, не человек, правильно? Это же, блядь, глаз, он круглый Спасибо, Олл Кроули А мёртвое тело человека к которому? Ну, по Аристотелю, кстати, мёртвый человек – это не человек Мёртвая мышь – это не мышь Отрубленная рука – это не рука даже То есть у людей не возникает вопроса Как так получается, что человек в начале жизни маленький, вот такой вот А потом он, блядь, большой становится А потом он старится и дохнет То есть тут у всех всё в порядке Как бы все такие, блядь Ну, вот он родился, он человек Вот он, блядь, состарился и сдох Он человек На протяжении всего этого времени Он нихуя не похож, блядь, сам на себя Но всё равно он человек Но почему-то вот когда речь идёт о зиготе Когда она уже, собственно, начинает делиться и расти, блядь То это не, 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 какой человек Не, маленький слишком Не может быть Ну, потому что у людей потребительское отношение, в принципе, к беременности и к родам То есть, как бы, сидит, смотрит Блядь, что это за хуйня, блядь Я это не заказывала, блядь Что за срань Убейте это, нахуй Что за поеботина, блядь Это не заказывала, мы не готовы Ты понимаешь, что это аналогия, блядь Ты понимаешь, что можно сравнить Любую хуйню с любой хуйней Только потому, что, блядь Как бы, тут мы имеем что-то бинарное И тут мы имеем что-то бинарное, да Тут мы имеем эмергентное свойство И тут мы имеем эмергентное свойство Не значит, что, блядь Можно экстраполировать, нахуй, выводы С одного случая, на другой случай Это, блядь, никак не следует Ни из чего, в принципе Вообще, ты можешь это понять Это иррационально полностью То есть, эта апелляция Это все равно, что, блядь, и стишок Прочитать Бродского в качестве аргумента, нахуй Помолиться, блядь Помочиться Это не аргумент, нихуя Почему это так тяжело понять-то, ёб твою мать Это троллинг, что ли, реально Я охуеваю просто Чего сложного, блядь В том, что вот Только потому, что одна вещь В каком-то аспекте похожа на другую Это не значит, что она похожа на нее во всех аспектах То есть, если Вот в этой баночке И в какой-нибудь другой баночке Вот в этой То есть, вот эта алюминиевая банка с жидкостью И эта алюминиевая банка с жидкостью Вот у меня два факта Алюминиевая банка с жидкостью И вот алюминиевая банка с жидкостью Это не значит, что в них одинаковая жидкость Это не значит, что они, например, одинакового цвета Я более того тебе скажу Если я выпью из вот этой банки А потом выпью из вот этой банки То я обосрусь А если я выпью из вот этой банки, а потом из вот этой, то я не обозрусь Потому что вот в этой банке, блять, как бы Монстр Джава, блять Лока Мока, нахуй В ней чуть-чуть молока есть И оно свернется, и я обозрусь Человек, это многоклеточный организм Зигота, одна клетка С хромосомным набором и примерными расположениями органов будущего организма Господи, какой же ты тупой, ёб твою мать Это все равно еще сказать Человек, он, блять, вот такого размера, блять А младенец, он вот такой вот Поэтому хуй с ним Это один и тот же аргумент, на самом деле То есть, причем здесь он многоклеточный или одноклеточный, блять Господи, ты тупой, блять, пиздец просто Некоторые люди просто необучаемые, по-моему То есть, сидишь, нахуй, объясняешь, что-то, блять Раскладываешь по логическим, блять, шагам и так далее Блять, это одноклеточная, нахуй, хуйня Нет нервной системы, просто тупая какая-то хуйня Как, блять, как, блять, пиздец Как будто я видос «Трашсмеша» включил Людей убивать нельзя Не потому, что у них есть мозг На мозг вообще насрать Людей убивать нельзя, потому что они одного с нами биологического вида Это, видимо, у тебя тоже заблуждение, что и у Левина На самом деле, по этому вопросу Людей убивать нельзя тупо потому, что они люди И чем ближе то или иное животное к человеку генеалогически Собачка, например Вот, в отличие от крокодила Тем менее желательно его убивать Тем менее желательно его убивать жестоко Тем более То есть Все просто зависит от того Является ли животное человеком И насколько оно близко к человеку Тупо вот поэтому Дело не в интеллекте Не в нервной системе Не в, блядь, биосоциальных каких-то качеств Не в социальном капитале Не в человеческом капитале Не в IQ Не в чем Это все хуйня Неизмеримая Выдуманная Выдуманный просто кал Ни о чем Измеримо одно Млекопитающее это или нет Млекопитающее Нежелательно убивать По крайней мере зверски Насколько это млекопитающее Близко вообще к человеку Генеалогически В принципе Выводилось ли оно специально на убой И так далее То есть вот Такие вещи важны действительно А есть нервная система Нет нервной системы Это побочные все совпадения Так Зигота Клетка без нервной системы Клетки кожи Сердца, печени Не имеют нервной системы Значит клетки кожи Люди Ебать у тебя логика Блять Ребята Это в рамку просто нужно Марго Посмотри на этих людей Что плохого Если бы их матери сделали аборт